Свой первый же отпуск, который мне дадут, когда я буду работать, я съезжу в город Ашхабад. И на первую же зарплату, которую я получу, куплю себе овчарку, щенка, и назову его Рексом. Этой возможности уже недолго ждать. Скоро мне стукнет 17. Получай бумагу о среднем образовании и иди на все четыре стороны. Можно, конечно, попробовать выбиться в студенты, а вось примы. Но это значит снова учиться, опять кантоваться на гойке общежития, получать студенческую стипендию. Нет, правда же, этого я и сейчас нахлебался досутом. Уж куда соблазнительней податься в дальние края. В прекрасные края. Вроде тех, откуда пришлет иногда письма один мой давний приятель. Он сообщает, что жизнь хороша, и ребята что надо, и девушки там на подбор. И получает он на руку 250 в месяц. А разве мне это заказано? Вот я, молодой человек, жадущий романтики, сажусь в поезд, штутую, и передо мной открываются неведомые горизонты. И там впереди уготованы мне и первый успех, и первая слава, и первая любовь, и первое разочарование. Знакомая музыка. Ну, а что, если, говоря как на исповеди, хотя я и не знаю, как там бывает на исповеди, если в мои неполные 17 лет у меня все уже это было? Было. Все. И дорога в неведомый мир, и первый успех, и слава, и первое разочарование, и первая любовь, и даже вторая. Если я вот в эти мои неполные 17 лет знаю, что все, чем могла попалывать меня судьба, уже не впереди, позади. Смешно? Ну, кому смешно, а лично мне вовсе не смешно, и даже разговор об этом не охота заводить. Уж лучше завести пластинку. Правда, проигрыватель у меня неважный, с подвыбу, к тому же не свой, а казенный. И пластинка заигранная шепелявит каждой бороздкой, потому что я ее очень часто кручу. Но пластинка не казенная, своя. Она уже старая, эта пластинка, 4-х летней давности, но кое-что еще можно услышать. Вот. Это пока вступление, оркестр. Он постепенно убыстряет темп, нагнетает звук, будто разбег. А теперь? И голосу тоже трудно. Он начал с низов, этот поющий голос, как бы от самой земли. Но если сам голос высок, начинать с низов труднее, чем сразу взять вверха. Теперь оркестр изменит тональность, и голосу придется петь ту же самую мелодию на два тона выше. А мелодия и сама движется вверх, выше, еще выше. Все-таки надо убавить громкость. Ведь за стеной спят мальчики, мои подопечные с третьего класса. Мертвый час. Тихий час, или как он там еще называется. Ну, этот час, когда детвору среди белого дня заставляют спать. А они, конечно, спать не желают. Бузят втихую, рассказывают анекдоты, хохочут, уткнувшись в подушку.